Всем привет! Этот макияж последнее время делает мне настроение, поэтому я его давно хотела вам показать. Чтобы тональный крем лег хорошо, я начинаю с подготовки кожи. Он нужен для того, чтобы восстановить пиаш кожи, увлажнить и успокоить ее. А сейчас я буду делать увлажняющую бомбу. Я смешаю крем с сывороткой. В крем для сухой кожи я капаю сыворотку-концентрат с гиалуроновой кислотой. Этот бустер можно использовать как стандартную сыворотку, смешав с кремом или как спешл-маску. Я выбрала вариант смешать с кремом. Это идеально как база под макияж. Убираю волосы и начинаю наносить похлопывающими движениями. Уходовую косметику Icon Skin можно приобрести в Золотом Яблоке, Ревгош или Литуаль, а также на маркетплейсах Азон и Вайлберес. А в описании к ролику вас ждет приятный скидочный промокод. Остатки, как всегда, наношу на шею и дополнительно прорабатываю область под глазами. А теперь перехожу к тональному крему. Он у меня плотный для того, чтобы перекрыть все синячки и по минимуму использовать консилер. Для того, чтобы сделать легкое покрытие, я использую влажный спонж и блендерю им все лицо. Чтобы сделать равномерное покрытие, нужно долго топтаться спонжем на месте. Таким образом можно вбить даже плотный тональник в кожу и сделать его совершенно незаметным. Наношу на Т-зону, а также не забывая про лоб. И тщательно прорабатываю область под глазами. С другой стороны поступаю точно так же. Выдавливаю немножко тонального крема и растушевываю все спонжем. Консилер все-таки понадобится. Его я наношу под глаза на синячок, высветлить эту часть лица и подать ее вперед. Чтобы растворить этот слой косметики, мне также понадобится спонж. Это незаменимое средство, которое я использую всегда в макияже. Кистью зашлифовываю труднодоступные места. Это глаза и складочки вокруг носа. Подчеркиваю скулы и возвращаю тени на места с помощью скульптора от Vera Beauty. Этот контуринг на грани с бронзером, поэтому использую пушистую кисть, чтобы с ним не переборщить, а просто вернуть тени своего лица на место. Помимо скул можно нанести немного на подбородок и на нос. Маленькой кисточкой я прорабатываю складку века. Таким образом я соединяю кожу и это является базой для дальнейшего макияжа глаз. В палетке очень естественный хайлайтер и чтобы подсветить глаза, я наношу немножко на внутренние уголки глаз, а также на спинку носа. Брови являются каркасом моего макияжа глаз и я люблю начинать с них, чтобы понять примерно, что я буду делать дальше и куда пойдет тушевка. Использую светлый карандаш, чуть светлее своих волосков, чтобы не перетемнить брови. Прямые брови могут создать немножко детский взгляд и очень сильно молодят. Я задираю хвостик чуть выше своей брови и зачесываю волоски наверх с помощью геля. По направляющей, которые мы создали с помощью бровей, я начинаю рисовать стрелку. Века расслаблена, я смотрю прямо и делаю засечку с помощью карандаша. Он фиксируется, поэтому быстро растушевываю вовнутрь. Для растушеванных стрелок понадобятся тени. У меня большая палетка коричневых оттенков, которую сегодня я и буду использовать. Плоской натуральной кистью я дублирую светло-коричневым оттенком по стрелке, после чего оттягиваю внутрь. Чистой кистью подтушевываю края, мне сегодня придется много тушевать. Плавность переходов одной из основополагающих в макияже растушеванная стрелка. Я беру оттенок потемнее и углубляюсь ближе к той стрелке, которую я нарисовала карандашом. Светлым полуматовым оттенком я выделяю переднюю часть глаза, сглаживая все неровности, которые не удалось растушевать кистью. Теперь не страшно использовать и черный цвет, он самый глубокий. Я все еще стараюсь работать на расслабленном глазе, для того, чтобы скрыть свое нависающее веко. Хоть оно у меня не такое большое, все равно стрелку нужно рисовать на расслабленных глазах. После теней, чтобы еще больше углубить ресничный край, я использую подводку-маркер на водной основе. Подбираясь максимально близко к ресничному краю, я рисую небольшую стрелку, чтобы сделать глаз более длинным и кошачьим. Подчистить и подправить неудачи мне поможет силиконовая жидкость от Крыгиной. Он не так сильно растворяет макияж, как мицеллярная вода. Я наношу немножко на тонкую кисть и подрезаю снизу стрелки. Им идеально можно подправить гелевую подводку. Также выравниваю стрелки на внутреннем уголке глаза и сухими светлыми тенями обновляю тушевку. Получилась максимально тонкая и деликатная тень. Ну а теперь можно накрасить ресницы. Ставлю их вверх керлером. Я буду использовать коричневую тушь. Она делает максимально разделенные ресницы. А дальше я клею пучки от Дека. Они очень тоненькие, среднего размера. Выдавливаю прозрачный клей дуо на упаковку. Беру пинцет, отрываю и одну за одной наклеиваю. Я формирую распахнутый взгляд, поэтому я подбираюсь ко внутреннему уголку достаточно близко и клею туда пучки. Накладными ресницами я хочу сделать стрелку, поэтому я использую более яркие пучки от Романова Мейкоп на внешний уголок глаза. А дальше, тщательно сняв продукт с туши, я могу их прокрасить. Подчищаю все под глазами консилером. Это необходимо, чтобы макияж глаз смотрелся ярче. Таким образом, даже полупрозрачно нанесенные тени будут хорошо выделяться. Делаю блик на носике. Прорабатываю консилером область возле губ. Фиксирую все рассыпчатой пудрой. Обновляю контуринг-бронзинг. И начинаю рисовать кофейные губы. Для этого мне понадобится коричневый карандаш. Он фиксируется. Это значит, что в течение дня губы не смажутся. Мне кажется, что уже пора все карандаши для губ делать с фиксацией. Быстренько растушевываю контур вовнутрь натуральной кистью. Мне нравится уже так, но я нанесу блеск. Это кофейно-лавандовый блеск, который я нанесу по контуру. Такие текстуры тоже нужно аккуратно выкладывать, чтобы не выходить за контур, который фиксируется и будет держать этот блеск. А внутрь использую другую блеск, более розового и светлого оттенка. Блески баксом содержат в составе мяту, что дополнительно увеличивает объем губ. Это никогда не помешает. Дело осталось за малым сделать прическу. Я решила поэкспериментировать и прикрепить светлую прядь. Я убираю с нее пушок и статику с помощью крем-спрея. Расчесываю. Прикалываю к корням волос спереди. Такой простой и легкий способ разнообразить ежедневные прически. Завершаю образ своими любимыми аксессуарами. Это кафы на оба уха, серьги, кольца. И образ готов. Оцените в комментариях макияж по шкале от 1 до 10 лайчочков. А я пока надену черную оверсайз джинсовку, как вариант образа для того, чтобы пойти гулять. И немного попозирую. А с вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok